8 мая 2020 года я со своими помощниками, а также сообщественным делом Клочковым Алексеем, ветераном боевых действий, членом Всероссийской организации «Боевое братство» решили поздравить участников войны, участников, тружеников тыла, блокадников моего округа. На данный момент мы прибыли на адрес Лесная, Дон 5. Здесь проживает Андреева Октябрина Дмитриевна 1931 года. Она является тружеником тыла, который в годы войны своими руками обеспечивала всем необходимым в наших солдатах, которые находились на фронте. Здравствуйте! Я депутат вашего округа, Шадок Кислик Сергеевич. Ваша дочь, благодаря ей, стал творческим человеком. Я с 1993, с 1992 по 1998 год у нее проходил обучение Аллы Баруса. У них клуб георополк возглавляет. Вы знаете, как говорилось? Да. Мы, как вас, непосредственно участников, поздравляем с праздником. К сожалению, видите, какие условия сейчас. Спасибо. Я так и странная. Это мы абсолютно знаем. Поэтому примите от вас скромный подарок. Спасибо. Да. Пакет я вам поставлю. Он тяжелый. Спасибо. Давайте я вам поставлю. Спасибо вам. Спасибо вам с праздником, ребят. У всех вам благ. Самое главное, будьте здоровеньки и счастливы. Мы прибыли на адрес Пионерская, дом 20. Здесь проживает ветеран, непосредственный участник Великой Отечественной войны и боевых действий, Кузнецова Зоя Васильевна. 1 мая ей исполнилось 95 лет. Сейчас мы ее поздравим с прошедшим днем рождения и с наступающим праздником Великой Победы. Вы меня узнали? Мои золотые. Мои золотые. Вас, во-первых, с прошедшим днем рождения, юбилей все-таки, 95 лет. Вы извините, что я 1 мая к вам не приехал. С двойным праздником. Это у вас с наступающим. Спасибо, Мэй. Это от нас в конверте. Спасибо. И непосредственно... Я знаю, что вам много что вам дарили. Здоровья вам. Всего-всего самого хорошего. Спасибо вам. Новых, долгих лет жизни. Спасибо. С 23-ю победу вы должны... А мне надо 100 лет. Я не должна 95. Я еще пока делаю все. Убираю мою сына. Поположаю, кормлю его, стираю все. Так что мне... А мне... Я... Зоя Васильевна, я уже сказала... Я на пенсию, сынок. Я к ней сидела дома так. Вы знаете, я еще раз говорю, мы вашим вопросом занимаемся... Маленький, как дела? Вырастила темно. Чего потом кого? И поила всех наших красногорцев. Ребята, чем больше работать, тем лучше. Больше станут. А если бы меня бы плакала бы 10 лет из-за этой полной несчастной, что меня сожгли строители, я не виновата, что... И не дали ни кусочка, хоть бы один рубль дали. Все нормально. Так что все было хорошо. А сейчас я живу в целом, в общем, хорошо. Вот только бы, если бы это все было мое, еще бы лучше. И я бы не плакала 10 лет. За это, что я живу здесь, это все я должна сделать. Здесь была деревянная хуже, чем у меня всяная дверь. Все, что он у меня сейчас дома, это все сделала я своими руками. А вам помощь нужна? А? Помощь вам нужна? Физиночка. Физическая. Сыночек, пока все пойдет. Кто делает? Делаю я нанимаю. Вы, зачем вам нанимать? И вы платите деньги? Ах, а вы мертвы, откуда я знаю? Как за удочка? Заходите посмотрите. А снаха? Это снаха. Она живет на пятом этаже 10 секунд. Мы прибыли по адресу Маяковского дома 1. Здесь проживает румянцев Николай Васильевич, 1906 года рождения. Вот он является у нас узник в концлагере. Поэтому пойдем поздравим его с наступающим великим днем 75-летия победы. Николай Васильевич, с наступающим вас праздником. Спасибо. Знаю, в те годы вам было нелегко. Вы знаете, мы сейчас уже не первый адрес поздравляем. И всегда хочется такие вещи сказать. Много словами тоже нельзя все это объяснить. Как это было, даже передать. Потому что только остается понимать, как вы себя в тот момент, в те годы чувствовали. Я, в принципе, сам ветеран боевых действий. Знаешь, что такое война? Но нам бы хотелось, чтобы все наше поколение сейчас, наверное, было с такими же ценностями, как было у вас. Потому что именно, я считаю, с моей точки зрения, что именно когда у вас было слово патриотизм, родина, что-то еще позволило нас все-таки выиграть. А сейчас очень много соблазна у молодых. Очень безумно хочется. Но это все-таки есть. И, в принципе, мы ведем, и не только мы ведем, просить достаточно очень много движений, которые поддерживают. Поэтому от лица себя, как депутатов вашего округа, от все равно спортивного патриотического клуба, я работаю от депутатов, совет депутатов городского Косногорска. Поздравляю вас с праздником. Самое главное, вам здоровья. Спасибо, что вы забыли. Это одна месяц, я уже не выхожу из дома. Соблюдаю. Берегите себя. Сколько вы вместе? 56, 57 год. 57 год вы вместе. Наверное, любое. Он на Цирине был. Он во время войны ранен тоже даже. Я был в Смоленской области, недалеко от Рузбе, где Егор у нас земля. У вас там было в 6-7 лет вам было, правильно? Да, в 6 лет. Я думал на школу пойти, а пришлось с дедом в Акопе. Мы прибыли на адрес улицы Школьный дом Фестация. Здесь проживает Зайцева Ангелина Дмитриевна, 1926 года рождения. Она является узником Конст-1. Сейчас пойдем, поздравим ее с наступающим праздником. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо. 95 лет. Ну вот это тоже были сейчас на адресе. 95 лет недавно исполнилось. Здоровья вам, самое главное. Если что, обращайтесь к 8-й школе, он мне всегда придет. Хорошо. Все, долголетие вам, сама говорила. Ну что, неожиданно. Неожиданно. Сегодня, 8 мая, я с своими помощниками и сообщественным деятелем, ветераном двухдействов, клочком Алексея, поздравили четырех участников, которые имеют непосредственное отношение к этому празднику. В общей сложности на округе номер 2, это теплый бетон, без павшинской поймы, без подсчета павшинской поймы, у нас где-то проживают около 50-60 ветеранов. В следующем году я очень сильно надеюсь, что мы практически всех поздравим, но в этот раз удалось только четверых. Но в лице их хочется поздравить всех ветеранов, всех, кто имеет отношение к этому, всех красногорцев, чтобы учтили, понимали, что такое Родина, самоотдача, пожелать ветеранам здоровья, самое главное. По приглашению Шедрикова Ильи Сергеевича был приглашен на поздравление наших красногорских ветеранов, за что ему отдельное спасибо с Ильей Сергеевичем, с его командой, поздравили ветеранов, пожелали им здоровья. Ну, очень приятное мероприятие было. Мы, в свою очередь, постараемся решать вопросы насущной по жизнедеятельности ветеранов и тех людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне, не только для себя. Поэтому всех причастных мы поздравляем с этим великим праздником.